Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый картой скрипт для Doors. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Значит смотрите, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем в любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее в поиске пишем Doors, нажимаем поиск. Есть довольно много скриптов, также есть вторая страница со скриптами. В принципе какой скрипт вам больше понравится, тот можете использовать. Но сегодня в ролике буду показывать вот первую по счету, которую я сегодня загрузил. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт. Заходим в настройки и ставим DLL от корнел. Потому что этот скрипт, скорее всего, только с этим DLL работает. Также напомню то, что этот DLL используется с ключ-системой. Дальше возвращаемся обратно. Сейчас мы инжектиться не будем. Потому что есть такая вероятность, что если мы сейчас заинжектимся в лобби, а потом перейдем на другой сервер, то, скорее всего, может вылезти ошибка с киком. И если она вылазит, то в игру вы сможете зайти только через час. Так что лучше инжект делать, когда вы находитесь в самой игре. Дальше заходим в игру и ждем, пока она загрузится. Не знаю, как долго это будет, но надеюсь, сейчас быстренько все загрузится. Все, отлично. Я уже, получается, в игре. Нажимаем Confirm. Далее нажимаем Escape. Это для того, чтобы мы могли использовать чит и скрипт двигать. Дальше нажимаем Inject. Так, все, у меня получилось заинжектиться. Отличным. Ключ у меня не просит, потому что я уже сегодня его получал. Дальше нажимаем кнопочку Exclude. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Немножко подлагивает, но это нормально. Это то, что скрипт грузится. Так, все, вот он появился. Как видите, я не могу двигаться, ничего не могу делать. Это из-за того, что скрипт загрузился посередине. Значит, нажимаем Escape. Его отодвигаем. И теперь можем бегать и двигаться. Отлично. Сразу скажу то, что это не самый жесткий скрипт. Есть, скорее всего, пожестче. Но зато он многофункциональный. Я до записи видео проверял его. У меня немножко маленькая ошибка произошла. Короче, я включил все функции. Сразу скажу то, что все функции работают. Но у меня произошла ошибка. То, что, короче, я подходил к ключу. И мне не давало его взять вообще. Вот сейчас он взялся. А до этого, короче, когда я включил функции, он почему-то не брался. Так что заранее лучше возьмите этот ключ. Дальше откройте дверь. Все. И теперь можно включать функции. Full Brick. Это получается освещение. Видите, оно стало ярче. Дальше лут аура. Короче, эта функция лутает сразу все ящики, сундуки и так далее, которые есть на карте. То есть, смотрите, мы ее включаем. И, как видите, вот эти вот сразу 6 ящиков все залутались одновременно. Я думаю, это очень круто. А Instant Use это, в принципе, функция автоматически получается, как я понимаю, за вас открывая двери, допустим, если в двери висит замок. Но я не думаю, что эта функция особо полезная. Можно ее даже не включать. Потом Auto Library Code. Насчет этой функции точно не знаю, что она дает, но я думаю, кто знает, как это точно переводится, тот поймет. Дальше скорость. Получается, максимум 25 можно поставить. И, как видите, меня тпшит назад. Чтобы вот этого не происходило, есть функция Anti-Cheat Bypass. Мы нажимаем. И, как видите, я теперь бегу, и меня назад не тпшит. Также скорость можно поменьше сделать. Давайте побольше все-таки сделаем, чтобы побыстрее бежать. Так, отлично. Значит, идем дальше. SP. Получается, можно включить SP на двери. Как видите, они все подсвечиваются теперь. А потом на ключи, которые, получается, нужно искать, чтобы открыть дверь. А на предметы, на книги. Вот это не знаю, как переводится. Ну, тоже можно включить. Так, что-то красненьким загорелось. Не знаю, почему. Тоже красненьким загорелось. Ну, ладно. В принципе, SP функция, они особо ничего не сломают. Просто они показывают видимость предметов и тому подобное. Идем дальше. No Scratch. Как я понимаю, если вы, допустим, попадетесь на этого Scratch'а, или как он там называется. Может быть, эта функция даже не про это, но просто... Я думаю, то, что вот этот маленький, черненький, летает, короче. Я думаю, эта функция специальна для него. То есть, если вы на него попадетесь, скорее всего, анимации проигрываться не будет. Но, возможно, это другая функция. Сразу говорю, я точно не знаю. Дальше, какие тут есть нормальные функции еще? Тут удалить что-то. Можно удалить пазлы, двери какие-то. Скелетон. Короче, вот эти функции, они не особо полезные, можно даже сюда не заходить. Но если вдруг вы хорошо знаете перевод английского, то можете здесь полазить и какую-нибудь функцию для себя включить полезную. Так, ну, вроде все основные функции мы с вами включили. Значит, проходим дальше в следующей двери. И смотрим, лутаются ящики или нет. Да, ящики лутаются. Все четко. Конечно, они лутаются не на большом расстоянии, но... Если к ним поближе подойти, то они сразу залутаются. Так, вот у меня сразу здесь ключ. Оказывается. И вот смотрите, в чем прикол. Как я и говорил изначально, я не могу взять вот этот ключ. Мне его почему-то не дает взять. Скорее всего, какая-то функция мешает другой. И из-за этого происходит, скорее всего, какая-то ошибка. Только я не понимаю, почему так происходит. По идее, он должен браться, но он почему-то не берется. Вот как вот это фиксить, я точно не знаю. С чем это связано, тоже я понять не могу. Да. Весело, короче. Так, а допустим, если я попробую так пройти... Нет, мне пишет, ключ надо. Но вот почему-то он не хочет браться. Я не понимаю, почему. Может быть, есть какая-то другая кнопка, чтобы этот ключ взять. Но почему-то не хочет его брать. Это скорее всего из-за лутауры. По идее, лутаура должна его брать, но почему-то она не берет этот ключ. Короче, я попробую тогда, если что, найти разработчика. Или, может быть, он сам мое видео увидит. И я надеюсь, короче, он пофиксит эту ошибку. Потому что это здесь ошибка именно в самом скрипте. То есть, тут какой-то сбой идет в самом скрипте. И из-за этого ключ не хочется вообще браться. То есть, я нажимаю на E, он вообще не брется. Вот, ну, в принципе, тогда можно на этом заканчивать. Я постараюсь реально связаться с разработчиком, чтобы он пофиксил вот эту функцию. Ну, а так, в целом, как видите, чит полностью рабочий. То есть, не чит, а сам скрипт. Также многофункциональный. Ну, и, в принципе, сам по себе вообще крутой. Вот, ну, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи. И пока.